Эта неделя обещает быть совершенно сумасшедшей для биткоина и рынков. Израиль ожидает масштабной иранской атаки уже сегодня. Кроме этого, есть множество других актуальных экономических катализаторов, к которым мы должны быть готовы. И самый главный из них это отчет про инфляцию в США, от которого будет многое зависеть. Так что давай рассмотрим все это в этом видео. Но прежде чем мы начнем, не забудь передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайккоин. Ютуб практически перестал работать во многих регионах, поэтому, если он у тебя работает, поддержи видео лайком. Это очень важно. Большое спасибо. И первое, на что я хотел бы обратить твое внимание, это на сообщения Министерства обороны США. Они сообщают о подготовительных действиях Ирана к самой масштабной атаке за все время. Министр Остин из-за эскалации региональной напряженности стремится удвоить свои силы в регионе. Рынок очень пристально за этим следит, потому что мы должны быть готовыми к любому развитию событий. Но похоже, что что-то действительно намечается. Особенно с учетом того, что министр направил туда корабль ВМС США Джорджия. Это управляемая подводная лодка с управляемыми ракетами. Так что, к сожалению, ситуация становится все более напряженной, и иранский удар действительно может быть неминуемым в период с 12 по 16 августа. Но что мне показалось действительно интересным, так это то, что на встрече 15 августа Хамас вроде как попросил договориться с Израилем о новом соглашении о прекращении огня. А теперь они отказываются вступать эти переговоры, что не очень хорошо. Кроме того, стоит отметить, что еще одна подводная лодка класса Огайо имеет на борту 150 крылатых ракет «Тамагавк». И она была немедленно передислоцирована в регион из Средиземного моря. Что самое удивительное, так это то, что крылатые ракеты «Тамагавк» — это не оборонительное оружие. На этом фоне иранские союзники передают средства ПВО, например. И это может раскрутить конфликт гораздо дальше границ Ирана и Ближнего Востока. Спираль может раскрутиться, вовлекая все большее и большее количество участников, что уже можно называть ВВ-3. Именно поэтому инвесторы очень сильно занервничали, и биткоин на этом фоне падал до 57 900 долларов. Рынок допускает даже прямое столкновение США и Ирана, что приведет к краткосрочным распродажам и падению рынка. Которое, как бы цинично это ни звучало, на самом деле является хорошими моментами для покупки. Если, конечно, экономика не входит в рецессию. Мы имеем известные примеры на столе, и если ты покупал после известных событий, например, в 2001 году, то спустя 30 дней ты получал неплохую прибыль. Обычно после таких событий рынки восстанавливаются приблизительно за 47 дней. Так что геополитические трения не оказывают долгосрочного влияния на рынок, только лишь краткосрочные. Но мы должны быть готовы к этим краткосрочным последствиям в ближайшую неделю. Мне очень понравились эти два твита. Эту бессмыслицу нужно прекратить. И второй твит. Многие люди злятся друг на друга, но не на систему, в которой они живут. Это способ сфокусировать нас на ложной цели. Обвинять игроков вместо того, чтобы поставить под сомнение игру. Вот причина, по которой эта система остается непобедимой. И есть один способ поставить всю эту игру под сомнение и в конце концов победить ее. И он называется биткоин. Биткоин это валюта мира, а не войны. И вот почему он мне нравится. И я выбираю его. Но что же может повлиять на биткоин уже на этой неделе? Огромное количество экономических данных США. Итак, за какими катализаторами мы следим? Это очень важно, так как именно они определят, куда пойдет биткоин. На 70 тысяч долларов или тестировать 52 тысячи долларов. Итак, прежде всего это инфляция цен производителей PPI во вторник. Ожидается, что инфляция цен производителей составит 0,2% в годовом исчислении. При этом предыдущее значение составляло 0,4%. В среду мы получим обновленные данные по инфляции CPI, индекс потребительских цен. В годовом исчислении ожидается 3%. В месячном исчислении рынок ожидает 0,2%. Это говорит о том, что рынок ожидает, что инфляция останется либо на уровне ожиданий, либо будет ниже. И я очень надеюсь, что она будет ниже. Тогда ФРС США сможет начать снижение ставки. А чиновники ФРС США уже говорят об этом. Они говорят, если позволят экономические данные, то ФРС США сможет начать количественное смягчение. А количественное смягчение – это снижение процентной ставки. Это печать денег. Это раздувание денежной массы. Это рост ликвидности. И это будет большим толчком для цены биткоина. Но не сразу, а спустя некоторое время. Если денежный принтер заработает, криптовалюта это почувствует. Посмотри на рост глобальной ликвидности. Он совпадает с ростом цены биткоина, падение ликвидности, падение цены. Когда криптовалюта это почувствует? Не сразу. На это понадобится время. Рост будет происходить с задержкой после начала раздувания денежной массы. Обрати внимание, что ликвидность собирается расти не только в США, но и в Китае. Можно сказать, что мы только что достигли дна по китайской ликвидности. Далее нас должен ожидать разворот этой метрики. Многие сейчас говорят о том, что на графике биткоина образовался крест смерти. Какой кошмар. Это всегда ведет к падению. Но дело в том, что это всегда отстающий индикатор, отображающий то, что до его появления биткоин уже находился в падении. Так что обычно он появляется либо в середине падения, либо уже к завершению падения. В любом случае, давай вернемся к процентным ставкам и инфляции. Об этом уже говорит чиновница ФРС США Мишель Боумен. Если инфляция продолжит снижаться, снижение процентной ставки будет необходимо. Пока что она склоняется к одному понижению ставки на 25 базисных пунктов. Однако среди других чиновников ФРС определенно есть разногласия по поводу того, как быстро снижать процентные ставки. Сейчас же рынок прогнозирует большее количество снижений процентной ставки, чем было в 2008 году. И если это случится, нас будет ожидать драматическое снижение ставки, начиная с сентября этого года и заканчивая началом следующего года. С 5,5% сегодня до 3,5% в начале 2025. Я знаю, что многие люди думают, что когда ФРС США начинает снижать ставки, рынок рухнет. Отчасти это происходит потому, что люди публикуют графики, подобные этому. Я и сам публиковал его в своем новостном телеграм-канале. Кстати, обязательно подпишись на него по ссылке в прикрепленном комментарии. Там только самые важные новости и никакой рекламы. Так вот, этот график немного вводит заблуждение, потому что он целенаправленно рассматривает только те снижения ставки, которые происходили во время рецессии экономики. Но есть два типа снижения ставки. Это рецессионное снижение, когда во время рецессии снижение ставки приводит к краху рынку. И есть нерецессионное снижение ставки, когда ставка снижается не из-за рецессии, а, например, из-за победы над инфляцией. Это приводит к мягкой посадке, и никакого краха рынка мы после этого не наблюдаем. Как, например, было вот здесь. Снижение ставки, никакой рецессии. Снижение ставки, никакой рецессии. Возвращаясь к этому графику, мы видим, что в период этих снижений ставок и когда отсутствовала рецессия, рынок переживал бум и достигал новых исторических пиков. Об этом более подробно я рассказывал в этом видео. Если ты его не видел, посмотри по ссылке в описании. Получишь очень много хороших инсайдов насчет биткоина и будущего движения его цены. В нем же я говорил о недавнем плохом отчете по рабочим местам и безработице. И почему эти данные могут быть несколько манипулятивными, например, из-за ураганов. Goldman Sachs говорит, что этот отчет об уровне безработицы менее пугающий, чем обычно, но при этом повысил шансы с 15 до 25% впервые с марта 2023 года, периода банкротства нескольких региональных банков. По словам Goldman Sachs, больше всего увольнений было в гостиничном бизнесе, образовании и здравоохранении. Они же также отметили, что количество путешествий во второй половине этого года начало падать. Goldman Sachs предполагает два сценария событий. Первый – это может быть нормализацией полетов, которые пережили бум после того, как закончились ковидные ограничения. И второй сценарий – что экономика действительно замедляется и потребители сокращают количество путешествий из-за наступающей рецессии. Goldman Sachs подытоживает, что в результате защитный сектор, например, некоторые акции защитных компаний могут превзойти ожидания, как они обычно это делают, когда ФРС США снижает ставки. Но я бы поставил здесь небольшую звездочку и предположил бы, что проблема с защитными акциями заключается в том, что они обычно полагаются на ценовую политику, которая у многих компаний сегодня весьма плохая. Они думают, что люди все равно будут покупать в любом случае, да? Но многие из этих компаний настолько потеряли ценовую власть, что я просто не уверен, что они увидят тот рост доходов, которого ожидают рынки. Единственный шанс на рост их акций заключается в том, что люди будут покупать их акции независимо от роста доходов этих компаний. Но вряд ли это случится. Поэтому, если у нас начнется рецессия, а Goldman Sachs дает 25% шанса на это, я не думаю, что на фондовом рынке есть безопасные защитные акции. Потому что исторически так сложилось. Золото растет, а все акции падают. Но некоторые акции падают гораздо сильнее. Мелкие компании, как правило, падают гораздо быстрее. Падение может достигать 50-90%. Защитные компании, такие как Макдональдс, например, могут упасть на 15%. Но кто знает, прошлые результаты не гарантируют того, что будет в будущем. Но мы можем их принимать во внимание. В любом случае, очень важные данные по доходам мы получим от крупнейших компаний на этой неделе. Включая Walmart, Kisco и позже Nvidia. Если они будут плохими, рынок тоже переживет краткосрочный спад. А шансы на рецессию после этого, скорее всего, поднимут. Так что в этом плане грядущая неделя тоже очень важна. Она определит, по какому из путей мы пойдем. Рецессионное снижение ставки или не рецессионное. Еще один хороший экономический показатель, который мы должны получить на этой неделе, это Retail Sales. Розничные продажи 15 августа. Ожидается, что они вырастут на 0,4%. Если факт окажется ниже, это будет плохо для рынка. Мы также получим данные Мичиганского университета о потребительских настроениях и инфляционных ожиданиях. Для меня это не столь важно. Думаю, самое важное на этой неделе это инфляция, это данные по розничным продажам, это отчеты о доходах компаний и это ситуация Иран, Израиль, Россия, США. Но в любом случае, выбрав какой-нибудь из этих двух путей, о котором мы уже несколько дней говорим, мы приходим к одному и тому же результату. Либо сразу к росту, либо к росту через падение. И тот и тот сценарий меня устраивает, но честно говоря, я бы больше хотел сценарий к росту через падение, чтобы просто-напросто иметь возможность купить еще больше. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok